Добрый день, дорогие друзья! Одно из самых распространенных заблуждений, мнений, элементов мировосприятия людей оппозиционных это то, что в Кремле вот эта вся гнилая элитка, вот эти все чинуши, которые только умеют там с секретаршами понятно чем заниматься, черную икру на равиоле намазывать и так далее, и так далее они вообще тупые, они ничего не понимают, они никчемные, кто угодно будет лучше, чем они я хочу подчеркнуть важную вещь, государственная система наша очень забюрократизирована она очень неповоротлива, она очень медленно принимает решения но поверьте, там есть профессионалы, которые отрабатывают хорошие бабки и которые знают, что и как примерно надо делать, чтобы сохранять этот режим Незагр пишет Тема коррупции и борьба с ней станет целевым вектором для придания лояльности элитам в период трансфера Идеологом и операционным менеджером госпроекта борьба с коррупцией станет Генпрокуратура По словам источников, в последнее время Генеральный прокурор Краснов перехватил инициативу в борьбе с коррупцией Прокуратурам в регионах отдан приказ заниматься нарушениями закона собирать и анализировать информацию на предмет нарушения закона со стороны чиновников Прокуратура крайне тщательно анализирует внешние и внутренние материалы Факты коррупции позволяют выстроить длинные цепочки связей, обстоятельств и лояльности Что это такое? Дорогие друзья, а у нас скоро государство будет очень активно отчитываться, как оно борется с коррупцией На самом деле борется На самом деле активно Гораздо активнее, чем мы видели во все последние годы За этим, судя по всему, и был поставлен новый Генеральный прокурор Краснов Да, самых крупных олигархов трогать не будут Да, коррупция в стране останется Да, экономика наша не задышит, не начнет работать замечательно Но один из сильнейших козырей, которые сейчас есть у оппозиции Они собираются изъять, они собираются отнять Не факт, что у них это получится Но план есть И план вполне перспективный О чем будет говорить оппозиция, если Генеральный прокурор каждую неделю будет выступать и рассказывать За прошедшую неделю мы задержали троих следователей, двоих судьев, пятерых депутатов Восемнадцать бизнесменов Столько-то было конфисковано денег Это реальность Что будет говорить оппозиция? Что? Вот Меня очень расстраивают разговоры о том, что все и так понятно Объяснять вообще никому ничего не надо И вообще власть завтра сама уйдет Но это сказка какая-то, ребят Так это не происходит Работа ведется Работа есть достойная А есть работа, которая специально придумана для того, чтобы сохранить существующую систему Вот Краснов, честное слово, на меня производит положительное впечатление Это человек, который вроде как начинает делать настоящие вещи А теперь мы выясняем, что даже посадки коррумпированных чиновников, судей, даже прокуроров и следователей Это все будет делаться специально, чтобы создать хороший имидж для властей А они уж в Америке У них что, нет коррупции? Конечно, есть Просто она у них узаконена Называется лоббизм Если ты хочешь помочь какому-то олигарху Например, построить завод, который ему не дают строить Ты берешь чемоданчик денег, который тебе дает этот олигарх Ходишь по разным кабинетам, договариваешься Куда надо деньги передать, что, как Сделка сделана, ты получаешь себе хороший процент Другие люди себе получают на карман Но это официально Институт целый есть Лоббизм Вот у нас тоже вполне возможно что-то подобное появится Коррупция Это имманентная черта капитализма Такого, какой он сейчас существует И дальше будет только хуже Вот свежие примерчики борьбы с коррупцией и преступностью В Рыбинске продолжается очень интересная кампания Под декриминализацией города В результате которой работниками муниципальных предприятий Получают вполне конкретные сроки лишения свободы 7,5 лет получил руководитель Рыбинского предприятия По обращению с отходами Таких сроков за коррупцию не было со времен осуждения Урлашова Политджойстик пишет Впервые слышу, чтобы на государственного чиновника Было заведено такое количество административки И он все еще оставался в должности На министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина Завели 55 административных дел 55 Его обвинят по части 1 статьи 17.15 кодекса Об административных правонарушениях Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований Неимущественного характера 55 административных дел Но ничего Министр Башкирии Министр здравоохранения Все еще в своей должности Все нормально В комитете по образованию Мурманска Проходят обыски Какова причина? Пока не сообщают Однако по информации телеграм-канала Мурманск Инсайт Силовики изымают документы В рамках материала проверки А также опрашивают сотрудников комитета Адрианов уточнил, что в учреждении проходили не обыски А проверочные мероприятия По факту публикации в СМИ сообщений О нецелевом расходовании средств на школьное питание В рамках проверки сотрудников комитета взяли объяснение Кстати о школьном питании Компания Продфудсервис Которую связывают с поваром Путина Евгением Пригожиным Оказалась поставщиком питания в школу подмосковного Красноармейска Где произошло массовое отравление детей В декабре 2020 года администрация Красноармейска заключила с Продфудсервисом договор На организацию горячего питания во всех пяти школах городского округа за 14 миллионов рублей Контракт рассчитан на период с 11 января до 28 мая 2021 года Согласно документу, за этот период связанная с Пригожиным компания Должна подать 140 тысяч завтраков и 63 тысячи обедов В меню же должны использоваться 225 категорий продуктов Замечательно! Только вот дети от этих завтраков и обедов вдруг массово травятся Вот это главное, что мы должны понимать и учитывать Несмотря на всю якобы борьбу с коррупцией, с преступностью Ближайшее окружение, так называемая элитка Они останутся неприкасаемыми Вот тот же Пригожин Сколько к нему было вопросов Сколько к нему было претензий Ходили слухи про наемников Ходили слухи про то, что дети травятся массово Че там прокуратура? Собирается чем-то этим заниматься? Нет, всегда они выходят сухими из воды Другой пример Росреестр удалил данные о дачах Мишустина На днях в сеть слили закрытую информацию Росреестра Обо всех владельцах элитной недвижимости Которая скрыта под графой Российская Федерация Выяснилось, что в почетном списке есть семья Премьера Михаила Мишустина Информация о том, что его родные владеют тремя домами на Рублевке Появилась давно Но никто не подозревал, что в этом списке есть также засекреченная недвижимость Переписанная на всю семью Мишустиных Отца Владимира, мать Луизу, жену Валентину и детей Также в списке владельцев гектаров земли Числится зять Мишустина Александр Удодов Теперь число домов премьера увеличилось до 14 Дома премьер-министра Мишустина и его ближайшего окружения Правда, после начавшейся проверки ФСБ Данные на сайте Росреестра быстро почистили И волшебным образом исчезла информация и о самих дачах Мишустина Теперь в системе их не существует Прокуратура Вот как там насчет побороться с коррупцией Вот Михаил Владимирович Мишустин А, кстати, настоящий генпрокурор Должен сейчас возбудить производство И проверить, а что это все-таки за здание на берегу Черного моря Кому оно принадлежит Вот эти виноградники Кто за него должен и платят ли налоги Что за рабочие его строят вообще Это легальные мигранты или нелегальные Что там за случай избиения журналистов, которые пытались туда проникнуть На каком основании Якобы имущество бизнесмена охраняет ФСО Нет ли в этом какой-то коррупционной составляющей Вопросов-то много Ребят, если вы хотите показать борьбу с коррупцией Вот, пожалуйста, Мишустин Пригожин Путин Владимир Владимирович Ах, вы не можете Значит, не смейте изображать и делать вид И рассказывать, что вы борцы за законность Это называется совсем по-другому Вы отыгрываете роль Я даже честно Подозреваю, что Есть прокуроры Возможно, даже сам Краснов Которые хоть каких-то воров хотят половить Пусть не самых топовых Но хоть каких-то Есть честные силовики Я думаю, их достаточно много Просто они не готовы протестовать И так далее, и так далее Каждый боится, что его самого посадят На него первого же донесут И так далее, и тому подобное Но Нужно понимать, что в реальности Борьба с коррупцией При существующей системе Начаться просто не может Когда все сводится к одному человеку И этот один человек может дергать За любые ниточки И у него абсолютно нет Никакой реально действующей Альтернативы оппозиции Какого-то противовеса Как в той же Америке Были там уголовные дела Против президентов? Были Отстраняли президентов По импичменту Отстраняли Закон работает Если мы хотим, чтобы закон у нас работал Прокуратура должна стать Гораздо более сильной Гораздо более независимой Чем это есть сейчас А сейчас Это как мальчики на побегушках Ой-ой У нас оппозиция Слишком много коррупции разоблачает Теперь вы будете этим заниматься Теперь вы изобразите Что у нас коррупционеров Больше в стране нету Но это нормальная вообще логика? По традиции, друзья Прошу вас поставить лайк Написать длинный комментарий Сделать репост Высказывайте, что думаете об этой ситуации Вместе мы сила Прорвемся До новых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok